Кто прав, красные или белые? Почему русские дворяне говорили и думали на французском, наконец, что объединяет Чукчу и грузина? С таких, на первый взгляд, далеких от экстремизма тем начался диалог известного в югре политолога с местными школьниками и студентами. Его задача заставить размышлять, анализировать, видеть за событиями нечто большее, чем видит обыватель. Общество, когда у людей есть что-то общее. Мы с вами на каком языке говорим? На русском, на общем. Это общее наше мнение. К сожалению, у нас часто лекции сводятся к тому, что лекторы пересказывают либо законодательство по этой тематике, либо какие-то методические сборники. Мы пошли совсем другим путем. Мы будем реконструировать мир сознания человека, условно говоря, первобытного, средневекового, современного и пытаться узнавать, откуда, где, на каком моменте у человека в мозгу зарождается вот этот порог осознания чужого как зла и ненависти к нему. Мы будем пытаться это сбивать при помощи психологических, социологических и интерактивных практик. По словам Верховского, нынешний тренинг – это попытка возродить такой жанр, как политинформация. Тем, кто вырос в СССР, он хорошо известен, причем со школьной скамьи. Политинформация, политбои, политдискуссии – все то, что было в позднем Советском Союзе, оказалось забыто и заброшено. Между тем существует фундаментальная проблема. Люди хотят, чтобы с ними говорили. Они хотят сами высказать свою точку зрения. Я подобными практиками занимаюсь достаточно давно. И мы работали и с молодежью, и мы работали и с пенсионерами, и с жителями, и с горожанами. Везде отклик очень большой. Люди хотят, чтобы с ними разговаривали. Сегодняшнее занятие, хотя и необычное, но далеко не единственное. Многочисленные семинары, посвященные борьбе с радикальными проявлениями, проходят постоянно. И с одной стороны, кому-то уже набили оскомину. Но большинство подростков эта тема волнует. У них есть своя позиция, а в экстремизме они видят реальную, а не надуманную угрозу. Это довольно-таки часто тоже обсуждается, потому что это серьезная тема, как-никак, чтобы оберегать народ от всяких, так скажем, промываний мозгов. Все равно эта тема актуальна до сих пор. Вот межрасовые всякие войны, вот это все, это меня очень сильно заботит. Социолог уверяет, в Югре тема национальной расовой ксенофобии уже не является самой острой и обсуждаемой, какой была еще 3-4 года назад. Однако тупая животная ненависть к чужому умеет возвращаться, поэтому нужна постоянная профилактика. Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».